Здравствуйте! В эфире ЮНьюз. Новости на городском телеканале ЮТВ. В начале выпуска коротко о главном. В Уфе возбуждено уголовное дело по факту поджога двухэтажного дома по улице 8 марта. По данным экспертизы, пожар в двухэтажном доме на улице 8 марта произошел в результате поджога. В настоящее время по данному факту отделом полиции по советскому району города Уфы возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса по факту умышленного повреждения чужого имущества, повлекшего смерть человека. В настоящее время проводятся расследования, устанавливаются обстоятельства и подозреваемые преступления. Сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара из окна квартиры второго этажа эвакуирован 55-летний мужчина, который позднее скончался в машине скорой помощи. Согласно показателям, в сентябре этого года инфляция в Башкирии превысила средний рост цен в стране на 0,2%. По сообщениям учетно-статистического центра Башкортостан-Стат в августе 2015-го цены на продукты были выше нынешних на 0,1%. Однако снижение стоимости за счет сезонного урожая оказалось незначительным. Подешевели такие овощи, как картофель, морковь, репчатый лук. В продуктах, которые подорожали, то это огурцы, бананы, груши, лимоны, подсолнечное масло и яйца. По сравнению с началом года продукты стали дороже на 9%. Инфляция также коснулась непродовольственных товаров и составила 10,6% по сравнению с началом 2015-го года, сообщает сайт Today News Ufa. В Уфе на 7 месяцев могут закрыть движение по нескольким улицам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Так, с 19 октября текущего года до 1 мая 2016 года в столице Башкирии планируется закрыть движение по улицам Бессонова, районной и Николая Дмитриева на отрезке от улицы Комсомольской до бульвара Хадии до Влетшиной. Сообщается, что перекрытие связано с обустройством ливневой канализации. Напомним, на обустройство ливневки планируется потратить 15 миллионов рублей, сообщает Ufa Time. В Уфе вновь состоятся сельхоз-ярмарки. В предстоящие выходные 17 и 18 октября традиционные ярмарки пройдут во всех районах города. Здесь можно будет приобрести качественную натуральную продукцию, выращенную руками местных фермеров, сообщает Спутник ФМ. А у меня на этом все. Теперь переходим к другим новостям города.